Уважаемый Владимир Владимирович, я еще раз от всей души благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. И особо хочу поблагодарить за то, что позавчера в своем послании и сегодня в выступлении вы нашли слова, которые затронули душу каждого армянина. И по моей оценке и по оценке наших граждан, это слова руководителя союзнического государства, руководителя братского государства. Вы сегодня в своем выступлении говорили, что российское государство еще сто лет тому назад признало и вместе с правительством Франции и Великобритании, посчиталось, что те действия, которые усманская правительство совершило в отношении армян, являются преступлением против человечества и что это преступление должно быть наказано. Это говорит о преемственности российской политики. Поэтому я на самом деле очень рад, спасибо большое, что вы приехали и добро пожаловать еще раз по армянию. Большое спасибо, уважаемый Вячеслав Татанович, спасибо за приглашение. В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть особый характер отношений между Арменией и Россией, между армянским и русским народом и другими народами Российской Федерации. Все это имеет глубокие исторические корни. Мы всегда были очень близкими союзниками, остаемся и будем такими в будущем. Сегодня отношения между нашими странами развиваются. Я сейчас не буду говорить про политику, само собой разумеется. Мы поддерживаем друг друга на международной арене, очень тесно работают наши министерства иностранных дел. Мы развиваем наши контакты в сфере интеграционных процессов. И я очень рад, что Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. А экономические отношения тоже имеют позитивную динамику, несмотря на все сложности прошлого года. У нас рост товарооборот и важно сохранить эту позитивную динамику. Капиталовложения российские в Армению растут. 40% всех иностранных инвестиций – это инвестиции российского происхождения. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами и иметь возможность поговорить о всем комплексе нашего взаимодействия. Спасибо за приглашение.